Проверили знания в Ненецком округе. Как и по всей стране, написали тест по истории Великой Отечественной войны. Ежегодная акция носит статус международный. Инициатором и организатором выступает Молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации. В Ненецком округе акцию поддержала Общественная палата при собрании депутатов округа. Тест написали на 10 площадках в Красном, Амдерме, Харуте, Оксино и Оме, 1-й и 2-й городских школах, школе-поселке Искателей, социально-гуманитарном колледже и Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Субботнее утро для учащихся 2-й городской школы началось почти типично – с проверки знаний. Вот только не на уроке, а в рамках масштабной акции по истории Великой Отечественной войны. Символично, что каждый год акция проходит накануне главного праздника всей страны – Дня Великой Победы, отметил спикер регионального парламента Анатолий Мяндин. И чем дальше уходит от нас в мае 1945 года, тем ярче и значимее становится эта дата. Мы должны помнить, какой ценой досталась нам эта победа и какие жертвы понесла наша страна. К сожалению, сегодня происходят попытки искажения, фальсификации истории Великой Отечественной войны, в том числе принижения роли нашей страны в разгроме фашистской Германии. Вот этого допустить нельзя. И цель этой акции – сохранение исторической памяти о тех героических событиях Великой Отечественной войны. И очень важно, чтобы вы, молодые люди, помнили и имели чёткую позицию по событиям Великой Отечественной войны. По задумке организаторов акции, написание теста – это не только проверка знаний об истории Великой Отечественной войны. Тест охватывает весь период военных действий – с июня 1941 по май 1945 года. Очевидно, что знаний истории из школьного курса недостаточно, чтобы справиться с всероссийскими заданиями. Однако в этом и суть. Тест должен мотивировать к получению новых знаний как школьников, так и тех, кто уже давно ушёл со школьной скамьи. Очень сложные вопросы, и многих вопросов мы не изучали в школе. Надо повторить всю историю, надо узнать много нового. Я приду домой и пишу те вопросы, на которые я не знала ответов, и я буду изучать. Да, безусловно. Задание теста разработала группа учёных МГУ имени Ломоносова. Написать его можно было анонимно. В бланке необходимо было указать идентификационный номер, регион, возраст и пол. Именно по этим параметрам будут подводиться итоговые результаты теста. Узнать свой личный результат можно путём самопроверки на сайте kdgr.rf. Каждый день горжусь Россией.